Второй бой нашего турнира Михаил Чалах России против Дороженко Нинича, Сербия. Ну, прежде всего, конечно, нужно сказать о Дороженко. Это очень серьезный специалист, прежде всего, в области любительского кикбокса. И, наверное, все титулы, которые были возможны, он их все завоевал. Безусловно, он занял титул чемпиона Европы, чемпиона мира. И в любительском кикбоксе он покорил все, что можно было. Все мысли мои вершины. Да, все мысли мои вершины. О профессионалах мы видим с вами послужной список. 23 боя, 18 побед. И Дороженко также является чемпионом мира среди профессионалов. Много раз защищал титул чемпиона Евразии. И это безрелый, опытный боец, бьющий, хитрый, коварный в бою. Очень часто встречался со спортсменами из России. И очень часто Константину одерживал у них победы. Да, огорчал спортсменов из стран СНГ. Вот мы видим Михаила Чалых. Михаил Чалых, 24 года, рост 100 метр 87, вес 78 килограммов. Провел на ринге 20 побед и одержал 19 побед. Из них 6 нокаутов. И надо сказать, что у Михаила, у него очень серьезная мотивация. Мы рассчитываем, что он достаточно долгое время проведет на профессиональном ринге. Боец зрелый. В любительском кикбоксе также и чемпион мира, и чемпион Европы. Среди любителей и среди профессионалов он действующий чемпион России. Чемпион мира среди профессионалов. Это, безусловно, гордость нашей команды. Очень остро атакующий спортсмен. С хорошей нервной системой. Очень спокойный и, вы знаете, здесь, конечно, приятно. Дроженко очень настроен дружелюбно. Вот как вот чисто на спортивный поединок. Приятный очень парень. И, конечно, очень будет интересно нам понаблюдать с вами, каким образом все-таки будет складываться этот поединок. Но, конечно же, мы будем болеть за нашего чемпиона, за Михаила. И вот первый раунд начинается. Традиционная разведка, наверное, скорее всего. Здесь, конечно, разведка. Но надо отметить, что Дроженко, он очень серьезный лоу-кикер, прежде всего. Да, и его лоу-кики. Коронный удар, да, лоу-кик по ноге. Очень коварный удар. Очень жестко выскакивает с разных, абсолютно с разных моментов. И постоянно заканчивает комбинацию этими ударами. И достаточно часто эти удары проходят. Вот посмотрите, делает комбинацию, тут же заканчивает ногой. И внутренняя часть бедра, и внешняя. Дроженко очень сильный, очень сильный спортсмен. И защита у него, Константин, обратите внимание, руки очень высоко. Он понимает, что Михаил это нокаутер с очень жестким ударом. Концентрировано, такие силовые удары проводят. У Дроженко руками, конечно, немножко смазаны удары, но ногами, удары ногами, конечно, очень жесткие. Вот Михаил здесь пытается... Справа сейчас попал, справа. Вот посмотрите, жесткая какая... Развить свой успех. Даже не перестрелка, а обстрел Дроженко. И Дроженко немножко он через контратаку здесь пытается делать, действовать. Ну, во всяком случае, он озадачен таким началом боя. Ну, я думаю, что первый раунд еще, действительно, как вы сказали, еще разъедкой. И еще не определился здесь лидер, безусловно. Надо отметить, что идет такая позиционная борьба. Вот, обратите внимание, комбинации, которые проводят Дроженко и Альинич, это то, что следует остерегаться, опять пропускает лоу-кик. А все-таки это те удары, которые засчитывают боковые судьи, Константин. Да, они, конечно, считаются боковыми арбитрами. И смотрите, Дмитрий, как он хорошо бьет. У него такая работа комбинационная руками и ногами. Он свою атаку руками завершает лоу-киком. Или начинает лоу-киком, а потом дальше продолжает руками. Но у нашего Михаила, у него очень хорошо поставленный джеб, передняя рука и вообще двойка. То есть это, он ставку делает непосредственно на прямые удары, поскольку у него руки и ноги длинные. И он, конечно, пытается держать на дистанции своего соперника. И, безусловно, достигает успеха. Вот Дроженко... Он, как видите, левым, как, за качественную атаку левым прямым. Это левый прямой доходит до цели. Кстати, говорит тоже о классе Михаила. Он не дает противнику провести контратаку вот этим левым прямым. Здесь вот предпочтение конкретно кому-то в этом раунде очень тяжело отдать. Скорее всего, наверное, раунд равный. Как Дроженко попадает лоу-киками, Михаил... Лучше работает руками. ...выравнивает руками, хотя удары ногами в голову, вот боковые удары ногами, конечно, у Михаила они, на мой взгляд, более опасны, чем у Дроженко. Дроженко все-таки по нижнему такому этажу пытается работать. А Михаил... Бьет и по ногам, и по корпусу, и по голове. Вот у него удары ногами очень разнообразные. Разнообразные, да. И, безусловно, они, конечно, опасные, поскольку ноги длинные. И каждый удар жесткий. Хорошо Дроженко уклонился, поскольку, если бы он стоял ровно и пропустив удар ногой, могли бы быть большие неприятности. Ну, как минимум, был бы потрясен от этого удара. Вот сейчас некая такая ожидательная пауза, сейчас пытаются закомбинировать и провести некую атаку, как с одной, так и с другой стороны. Но Михаил, он внимательно следит за своим противником, и, мне кажется, он уже довольно себя уверенно чувствует на арене. Как вы считаете? Вы знаете, мне кажется, Дроженко все-таки тоже контролирует процесс. И сейчас это начало, начало, и, конечно, основное мастерство мы можем увидеть в конце боя. Поскольку сейчас еще спортсмены свежие, и никто пока не может переломить хоть встречи. Вот Дроженко, вот эти его опасные лоукики, они могут, конечно, к концу боя... Принести неприятности Михаилу. Поэтому надо, конечно, опасаться. И вот опять удар по внутренней стороне ноги. Это, конечно, очень жесткие и опасные удары. Тем более он их наносит... И неприятные. Он их наносит голенью, Константин. Бьет здорово, у него эти удары отработаны. Но мне кажется, Дмитрий, здесь такая... Сейчас пока больше разыгрывается такая шахматная партия. Абсолютно точно. И Михаил вот пытается сбивать уже прямыми ударами ногами. Как раз сбил сейчас атаку. Вот сейчас уже Михаил подхватывает прямые удары. Посмотрите. Причем он не дает возможности временного отрезка для Дроженко. Он не дает ему времени. Он делает комбинацию. Делает маленькую паузу и еще раз комбинацию. Еще маленькая пауза и опять комбинация. Это, безусловно, говорит о том, что он сбивает не только его атаки и замыслы. И, конечно, здесь вот позиционно, позиционно Михаил, мне кажется, уже начинает потихонечку, потихонечку инициативу брать в свои руки. Но мне знаете, что еще кажется, Дмитрий? Дроженко очень грамотно ведет себя в бою. Он почувствовал, что очень хорошо бьет Михаил Чалых руками. И поэтому он атаку рук пытается прервать лоу-киками. Это говорит о его классе, кстати. О том, что он очень хорошо чувствует ситуацию. Безусловно, класс высокий. Еще, обратите внимание, он сразу сближается с Михаилом. Не дает ему возможности. Захватывает руки, входит в клинч. Вот удар, посмотрите, он попал левой боковой ногой. Вот что мы говорили, что он разнообразно работает, Михаил, ногами. И вот его лево боковой доходит до сына. И, видимо, вот этот попал удар. Хотя Дроженко не был потрясен, поскольку продолжает атаковать и контролировать ситуацию. Но Михаил, конечно, точнее, на мой взгляд. Точнее. И он хорошо чувствует дистанцию. Мое такое мнение, что он уже нащупал свою ударную дистанцию. И сейчас вот полномерно бомбит своего соперника вот этими прямыми ударами. Как вы считаете, Дмитрий? Константин, но еще ничего не решило. Согласитесь. Да, конечно, еще посередина поединка, и все может поменяться в одночасье. Здесь, конечно, вот обратите внимание, какая гематома под правым глазом у Дроженко. Это как раз вот этот боковой. Ох, какая комбинация, Михаил, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, да. Я, посмотрите, это, видимо, отработанная комбинация. Дроженко похватил. А потом лоу-кик, вот то, что мы говорили с вами, опасные лоу-кики. Хотя нокдауна не было, но это уже звонок для Михаила, сигнал. Да, надо делать выводы. Но я думаю, сейчас в перерыве между раундами его тренер Виктор Петрович Тулеев даст своему подопечному нужные рекомендации. Вот сейчас опять боковой удар дошел до цели Михаила Чавых ногой в голову. Да, Миша нельзя здесь, конечно, расслабляться. Нужно держать на контроле. И вот посмотрите, сейчас нам сзади очень хорошо видно, что расстояние, вот некий такой коридор между его перчатками и головой, это все-таки опасное. Опасное, да, где в этот свор может попасть удар его противника. Хотя я думаю, конечно, он прочитал уже Дроженко. И если бы Дроженко делал акцент, допустим, и ставку на удары руками, конечно же, Михаил, видимо, был бы более прикреплен. То есть, мне кажется, это уже вот некий такой контролирующий момент, который позволяет вот Михаилу держать на контроле. Дрожать поединку в своих ролях. Абсолютно точно, да. И вот мы видим. Вот, посмотрите, правый боковой. И вот этот вот лоу-кик, ну, причем, Константин, вы обратите внимание, в какую сторону он ее сделал, этот лоу-кик. То есть, по идее, должен был нанесен удар в другую сторону. По внутренней стороне бедра, да, по внутренней стороне бедра очень хороший коварный удар. Он, видимо, прочитал, что менее устойчиво Михаил стоит. Комбинация очень красивая, конечно. Да, это говорит о классе соперника Михаила Чала. Вот уже тренер из секунды. Безусловно, зрелый боец, конечно. Оказывает услугу своему подопечному. Эта гематома, конечно, неприятная. Неприятная травма, но... Она ему, по всей вероятности, это не такая болезненная, конечно. И это не рассечение, где кровь не останавливается. Вот какой опасный... Да, вот все-таки вот эта вот створка, которая приоткрыта у Михаила, она сигнализирует кровь. Да, конечно, на мой взгляд, перчатки надо держать уже, уже. Потому что вот прямые удары, дороженка, доходят иногда до цели. Да, и в профессионалах все-таки каждый удар этот может быть завершающим и последним, наверное. Да, полтяжелый вес, это удары очень акцентирные, сильные. Надо быть крайне внимательным. И весовая категория, которая говорит о том, что каждый удар, это тоннаж совсем другой. Тоннаж удара. И удары есть и силовые еще, если он еще точно попадает. Вот здесь Михаил немножко, чуть-чуть, по мнению суди, нарушил, прихватил немножко голову и снизу атаковал, ударил. Поэтому судья остановил его. Остановил поединок. Да, Дроженко Нинич, конечно, очень хорошие, сильные, вот эти лоу-кики. Судья из Сербии, конечно, ему. Дроженко Нинич, это Босния и Герцеговина, хотя он сам серб по национальности. И, хотя судья, мне кажется, очень лояльно судья. Да, вот есть такие некоторые судейские хитрости, конечно, он где-то так интуитивно даже... Немножко помогает, наверное. Немножко помогает. Конечно, это не является, так сказать, следствием грубых судейских ошибок, но... Вот вы смотрите, какая замечательная атака. Опять справа попадает, а сейчас уже Дроженко возвращает долг некий такой. И вот посмотрите, вот... Хороший, хороший спортсмен. Уже не первый раз Михаил пропускает вот справа вот эту атаку. Это... Это... Вот тот сигнал, который Михаил все-таки, его тренерский штаб, они должны учитывать это. Да, они должны проанализировать. Вот сейчас последний заключительный раунд будет. Но вот я смотрю, по Михаилу он так и не устал. Заднее, хорошее настроение у него. Видно, что он вот опять опасный. Размажистый, но хлесткий удар. Хлесткий, акцентированный. Такие удары могут доставить неприятность. Ну, если более точные попадания, конечно, у Дроженко мы видим уже и гематомы, и под правым глазом, который она его беспокоит. Это от удара ноги. И уже под левым глазом тоже маленькая гематома. Но видно, что он немножко, вот психологически, видно, что он немножко уже упускает. Вот он чувствует, что победа, наверное, уже немножко ускользает. Хотя, конечно, нам рано пока делать такие прогнозы. Поскольку он еще свежий и уже вот в предыдущем раунде достаточно много неприятностей Михаилу преподнес. Ну, на мой взгляд, все-таки точнее, Михаил и он ведет в этом бою. Хотя вот этот сейчас раунд будет решающим. Это будет решающим, наверное, да. Поскольку бой достаточно равный, хотя более акцентированные удары, но по количеству лоу-киков. Лоу-кики же тоже считают. Конечно, считают. Чистые удары дошедшие до цели. Их достаточно много было. Поэтому тут еще неизвестно, как судьи. Поскольку боковой судья из России всего один. Один, да, и два из балканских стран. Но все-таки, я считаю, и вы, наверное, Дмитрий, с вами согласитесь, здесь судейство, оно в основном беспристрастное. И пусть победит, как говорится, сильнейший. Так и было на семинаре, который шел перед этим матчем. Судейский семинар. Да, судейский семинар. Поэтому договорились судить объективно и беспристрастно. Ну, концовка пятого раунда. Сейчас мы посмотрим все-таки, каким образом Михаил пытается обострять. Безусловно, ему хочется более яркой победы. И Дроженко ему не позволяет более ярко победить. Пытается разнообразить удары Михаил уже и круговой удар ногой. Но, мне кажется, скоро здесь... Вот, здорово, здорово! Вот этот его джеб, о чем мы говорили вначале... Полупрямой полубоковой удар слева доходит до цели. Да, Михаил, это, конечно, у него поставлен удар. Какой кресткий удар. Хотя, вот, как такового чистого нокдауна его не было. Такого серьезного, такого, как мы видели в первом поединке. Но, безусловно, это удар, который большие неприятности преподнес Дроженко. Дроженко оказался на полу после этого удара. Если нам режиссер сможет повторить, сделать повтор, то мы более явно и более ощутимо поймем, насколько был акцентированный удар. И попробуем проанализировать это. Да, Михаил, посмотрите, уже врубает... Идет обмен ударами, да, и заканчивается поединок. Причем жестко-жестко он уже акцентировал. Ну, достаточно свежий. Вот мы видим его тренера. Рядом Максим Воронов, тоже знаменитый волгоградский спортсмен, российский. Известный четырехкратный чемпион мира. Дослужный мастер спорт, помогал своим товарищам в бою. Вот сейчас посмотрим, как раз у нас атака. Это вид сверху. И вот он удар, он в полу шею, в полу... Да, это удар, который, безусловно, должен был потрясти Дроженко. Дмитрий, ну, мне смотрите, он шел назад, Дроженко. Он находился в таком неустойчивом положении. Достаточно неустойчивом. Это тоже сыграло, слава мне. Безусловно, сыграло, да. Но в данной ситуации судья абсолютно правильно сделал, что отсчитал. И тут, конечно, вот этот удар, наверное, и вот эти концу... Может оказаться решающим. Да, решающим. Прямо не победителя. Прямо определение того, кто же все-таки одержал победу. Хотя по лицу видно, вот те гематомы, которые получил Дроженко, видно, что Михаил здесь перевес был на его стороне. Но он меньше устал, вот мое мнение. Ваше как? И более свежее. Более свежее. Выглядит как-то так, более бодрее. Вот сейчас с этого ракурса как раз будет очень хорошо видно. Да, вот он удар, безусловно, это был такой силовой, жесткий достаточно удар был. И здесь с рефери можно согласиться и отдать ему должное в ринге. Человек, который читает бой, который видит его. Ну, не томите же нас. Да, томительные секунды перед объявлением победителя. Конечно, вот... Представим, что вы, Руссио. Видно, наши болельщики поддерживают. Вторая победа. Поздравляем Михаила. Он в таком вот... В ракурсе, в таком и... В таком приятном... Дмитрий, вы устроите какая-то прожелательная атмосфера на ринге. Да, и приятно, конечно. Поздравляем Михаила. И замечательный второй поединок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова